всем здравствуйте хочу вам еще показать такую красивую представительницу самых мелких хой это мини кентиана посмотрите наглядно какая это мелкашка это просто маленькая маленькая малышка и и листочки примерно где-то сантиметр и ну до двух трех сантиметров когда уже совсем взрослая будет вот посмотрите какая красотка маленькая маленькая это для тех кто любит очень-очень мелколистные хойки такая вот у меня мелкашка покажу вам она неприхотлива ну конечно как все мелколистные хой не любит сильной просушки долгой как растет у меня тоже под лампой и чувствует себя превосходно еще из моих мелколистных хой я вам хочу показать вот эту хою матильду она у меня тут это небольшая хоечка потому что это как дубль она у меня здесь в общем высажено много-много черенков в один горшок совсем недавно я их все посадила это матильда сплэш посмотрите какие красивые у нее листочки монетки очень она мне нравится эта хоечка в принципе по большому счету она неприхотливая не скажу что она какие-то там особые требования предъявляет к уходу сильно просушку она не любит поэтому сильно не засушивать и поливать и любит опрыскивание но в принципе очень даже благодарная хоечка ведь у нее какие плети новые росты на замечательно наращивает новые листочки тоже очень пользуются спросом это хоя из-за своих красивых таких монетных листиков мелкошечка такая а вот еще одна совсем маленькая хоечка мелколистная это хоя карно за холиана она у меня сидит уже целый год вот было буквально два узелочка я купила вот таких вот небольших она очень очень долго сидела больше полугода не давала никаких ростов я ее поставила в тепличку под лампу и как бы это немножко ускорило процесс но все таки она очень долго стартует тугая на рост хоя но она должна досидеть до определенного возраста набраться сил и потом она потихонечку стартует и наращивать новые листики потом пошел новый ростик сейчас она у меня растет просто под лампами не уже не в тепличке вот у нее такие красивые маленькие листочки они немножко скручиваются вовнутрь они такие неровненькие посмотрите они какие волнистые ну и тем самым конечно это хоя очень оригинальная она необычная ну это не для тех кто ждет быстрый рост вот поэтому домашних условиях вырастить черенка это все-таки труд это очень долго хоя это достаточно таки новая поэтому в основном в продаже хои тайские бывают то есть тайские берут перепродают вот потому что это хои год я ее рощу буквально с нескольких узлов уже второй год пошел и как видите сильного быстрого роста нет но все таки я ее люблю она имеет место быть она очень красивая варигатная яркая такая вот такая вот мелко шичко а это я вам хочу показать тоже свою малышку этой хоечке еще буквально полгода даже ну до полгода и купила в этом году посмотрите какие красивые у нее листочки ее название могу сказать неправильно но кану лимарианна что ли сейчас я вам покажу посмотрите вот так вот выглядит это название кану лимарианна в общем что-то типа того у нее очень оригинальные маленькие листочки это опять же для тех кто любит очень мелкие хои листочки по краю имеют волнистость посмотрите какую очень оригинальная хоечка необычная даже я думала поначалу что-то какая-то дисхидия нет посмотрите это хоя такая красотка растет она мне под лампами но тоже я так думаю что она не особо прихотливая ничего не замечаю показаний такого поливаю как и всех в принципе верхний слой грунта просох и поливаю такая вот идут новые росты новые маленькие листочки очень она мне нравится это еще одна мелколистная хоя называется sunrise полностью домашнее растение у нее такие красивые листочки которые имеют свойство загорать но до загара конечно ее тяжело довести то есть вот сейчас она у меня стоит под самым лучшим освещением практически под самой лампой яркой ну что-то не торопится с загаром я так думаю что все-таки которые уже продаются сильным загаром это все-таки китайские растения потому что там климат другой растения растут в теплицах с очень мощными лампами либо солнце там естественно не такое как у нас и они практически как поджариваются тогда конечно хои меняют цвет окрас листвы домашние все-таки они как-то не это так не окрашиваются даже при мощных лампах но очень красивое желкование листьев посмотрите окрас листвы и домашние листья они очень яркие сочные красивые посмотрите какое прямо красивое красивое растение очень мне нравится эта хоечка она неприхотливая на замечательно растет поливая принципе как и всех нет у нее таких никаких каприз здесь у меня посажено много много разных черенков вот в один горшочек такая вот красотка всех я конечно вам не смогу показать в раз потому что вроде хочется много заснять все показать но это нереально хой очень много но постепенно я вам показываю сегодня у нас тема мелкие хое мелколистные хое а это хоечка подросток и ее мама она у меня живет на первом этаже это у меня подросток наверху живет от это и она очень у меня здесь тоже посажено несколько черенков и она в этом году очень быстро начала расти выпуская вот такие посмотрите плети наращивает листочки ну естественно под искусственным освещением а мама у нее стоит недалеко от окна поэтому она не не на подсветки кстати тоже хорошо растет вот такая вот красота у неё когда листочки молодые они более такие багровые бордовые такие а потом когда взрослеют стают уже зеленые очень красивый окрас просто как снежный такой красивый налет посмотрите какой окрас листьев обалденный вообще . сигелатис имеет место просто быть в любой коллекции посмотрите какая красота абсолютно непривередливая хоя никаких каприз я у нее не вижу растет тут у меня грудь высажена несколько черенков отличная корневая кстати есть черенки на продажу если кому-то интересно укорененные череночки тоже уже с ростами пишите если кому-то нужно всем спасибо за просмотр если у вас возникнут какие-то вопросы по уходу по содержанию хоечек пожалуйста пишите всегда всем рада вам желаю здоровья здоровья вашим цветочкам желаю вам всего доброго до свидания